Всем привет! Лежит у меня уже давно вот такой вот дисплей. Можно сказать, что это мини-монитор. У него диагональ 7 дюймов, у него есть HDMI-выход, разрешение у него 1024х600 пикселей и он еще с тачскрином. Когда я его заказывал, хотел сделать панель управления умным домом. Но потом время шло, все менялось, узнавал что-то новое и так до него и не добрался. И вот сейчас дошли руки, давайте на нем сделаем, собственно, эту панель, которую я и хотел сделать. Будет, конечно, сейчас не очень красиво, колхозно, но тем не менее. Значит, есть у нас вот этот вот дисплей 7 дюймовый, от него и отталкиваемся. У меня было несколько вариантов, какой мини-компьютер использовать. Я остановился на Orange Pi Zero 2. Он довольно-таки мощный, на него можно поставить Android 10. И помимо всего прочего, он довольно-таки дешевый среди всех одноплатников. На которых можно поставить Android. А почему Android? Дело в том, что изначально я хотел просто какую-нибудь операционную систему поставить. Либо Linux, либо Windows, неважно. И на ней просто запускать браузер, где бы у нас открывался Home Assistant. И там мы могли управлять устройствами. Но на Android есть приложение, которое перевесило в свою сторону. В дальнейшем вы это и увидите. Также для дисплея я распечатал корпус на 3D принтере. Но корпус я взял с сайта Sengiverse. Его высоты мне не хватало, поэтому я сделал как бы два корпуса и нарастил их. Чтобы сюда еще поместился мини-компьютер Orange Pi Zero 2. Одноплатник. На стену все это дело я решил крепить с помощью магнита. Купил специальный на Алиэкспрессе магнит, предназначенный для планшетов, который будет держать до 2 кг. Orange Pi Zero 2 решил просто на двусторонний скотч прилепить к задней стороне дисплея. Вся в сборе панель будет выглядеть примерно вот таким образом. В принципе довольно-таки конечно симпатично, но все равно видно, что это хендмейт. Также попробовал сразу магнит. Магнит очень хорошо держит всю эту панель. Руками магнит неудобно держать, но тем не менее, видите, он даже и не думает соскальзывать. И его руками просто не оторвать, только если наискать. Следующим шагом подготавливаем Orange Pi Zero 2. Нам на нее нужно установить Android 10. Я уже скачал образ, вот он здесь находится у меня. Чтобы его скачать, нам надо зайти на официальный сайт orangepi.org. Здесь зайти во вкладку Download, найти свою модель. Ну, у меня это Orange Pi Zero 2. Найти Android, имидж образ и вас перекинет на Google диск. И там его можно будет скачать. Для установки андроида нужна программа Phoenix Card. Значит, в имидж выбираем путь к имиджу андроида. Далее, выставляем галочку Startup. Выбираем диск, куда будем устанавливать и нажимаем кнопочку Barn. Далее, дожидаемся окончания установки обрана. Вытаскиваем SD карточку и вставляем ее в одноплатник. Дисплей дешевый. От него отсвечивает любой свет, поэтому, извините, но на дисплей будет с камеры все плохо видно. Итак, в Orange Pi я сейчас подключил флешку, подключил еще мышку, чтобы было удобнее, чтобы на тачке я не нажимал. И нам нужно с флешки еще будет установить пару приложений. Я дальше покажу, какие. Потому что на этом андроиде нет ни браузера, ни магазина приложений. А мы будем устанавливать программу Home Habit. И для ее настройки нам нужен браузер будет. Ну и вот, андроид у нас загрузился. Что у нас тут есть? А, собственно, особо и ничего. Для начала нам нужно зайти в настройки и там настроить Wi-Fi соединение, чтобы у нас был доступ в интернет. Ну, точнее, доступ в интернет нам не нужен, но доступ к локальной сети нам нужен. Я, собственно, это уже сделал. Вот в настройках сети интернет я здесь выбрал Wi-Fi сеть, к которой нам нужно подключиться. И все. Собственно, мы в локальной сети уже присутствуем. Далее вставляем флешку в USB порт. И отсюда будем устанавливать две программы. Давайте перейдем. Значит, здесь вот такое вот непонятное название. Это и есть моя флешка. Вот здесь APK приложения. Будем устанавливать Яндекс.Браузер и Home Habit. Можно еще наш Store установить, но он очень сырой и там мало приложений, поэтому я решил его не устанавливать. Да, и еще такой момент. Хоть мы и установили Android 10, но вот, допустим, Яндекс.Браузер очень сильно тормозит на этом одноплатнике. Прям очень сильно. Поэтому мы, как только настроим Home Habit, который сейчас устанавливаем, после этого я удалил Яндекс.Браузер, потому что, ну, невозможно вообще работать. Он очень все жутко тормозит. Но в дальнейшем вы сейчас это увидите. Так, ну и все. Home Habit у нас установлен. Нажимаем готово. Выходим теперь на главный экран. И заходим в него. Тут на главном экране нажимаем Get Start. И теперь выбираем, куда нам нужно подключиться. Будем использовать Home Assistant, поэтому выберем его. Нажимаем на него. Далее у нас просят ввести адрес Home Assistant, поэтому вводим IP-адрес. Только не просто IP-адрес, а нужно URL полностью здесь набрать. То есть, HTTP, двоеточие, два слэша, потом IP-адрес мы пишем и порт. Потом нажимаем кнопочку Connect. И нас перекидывает как раз таки в Яндекс.Браузер. Как раз где все у нас и тормозит. Здесь открывается Home Assistant. Это тот URL, который мы сейчас ввели. И здесь у нас потребует авторизоваться. Что мы, собственно, и должны сделать. Вот для этого и нужен браузер. Чтобы мы просто здесь авторизовались. Если у вас не будет установлен браузер, то просто это окно следующее не перейдет. И Home Habit просто не установится. И вот я сейчас видео перематываю на скорости в три раза быстрее. И, как видите, все равно даже в три раза быстрее видно, что очень сильно это все дело тормозит. А вот теперь смотрите, как я нажимаю на буквы. Они не сразу появляются. Это вот настолько все сильно тормозит. Но этот момент надо пережить. Сам Home Habit работает замечательно на этом устройстве. Ну, нажимаем кнопочку Войти. После этого у нас выскочит еще одно окно для сопряжения Home Habit'а с Home Assistant'ом. Что, собственно, мы и делаем. Нажимаем Return to Up. И нас перекинет обратно в приложение Home Habit. Ну, а на следующие окна, которые у нас попросят, нажимаем просто Далее и готово. Все. Home Habit у нас настроен. Теперь можно сюда добавлять разные устройства. Как это делать? Нажимаем Edit Dashboard. И выбираем в любое место, куда вы хотите добавить плиточку. Нажимаете ее. Далее нажимаем Select Widget Preset. И здесь все устройства Home Assistant, которые у нас есть. Ищем то, которое нам нужно. Собственно, абсолютно такое же добавление устройств на главную панель в Home Assistant'е. Поэтому, я думаю, тут нечего объяснять. Никаких проблем у вас с этим не возникнет. Выбираем здесь настольную лампу, если мы выбрали. Выбираем, что она Switch. И просто нажимаем Save. Все. Кнопочка у нас появилась. Ну и отсюда можно сразу проверить, включить, выключить лампу. И вы, в принципе, будете видеть, как она отсвечивает на экране. Рассказывать, как отдельно устанавливать другие устройства на этот дашборд я не буду. Потому что в интернете очень много информации по этому поводу. Она интуитивно понятна. Вы и так разберетесь даже без любого видео. Я просто уже покажу конечный результат, который у меня получился. Тем более, я немного устройств сюда добавлю. Мне много и не надо. Единственное, что может вам пригодиться, это, смотрите, дойдем в настройки Home Habit'а. И здесь нужно поставить две галочки. Первая галочка, это чтобы лаунчером был именно Home Habit. Он будет всегда запускаться. И вторая галочка, это у нас через 5 минут будет показывать на экране часы. То есть будет все гаснуть, экран будет черный и просто будут часы на фоне. Ну и примерно вот так это будет выглядеть. То есть, смотрите, вот показывает сейчас время, показывает дату. Вот темный экран, о чем я и говорил. Как только я сейчас докоснусь до экрана пальцем, у нас откроется сама панель. Здесь я добавил панель видеозвонка. И теперь, так как у меня дашборд будет у двери, я могу нажать и всегда посмотреть изображение с видеокамеры. Таким образом, я всегда буду видеть, кто звонит сейчас в дверной звонок. Ну еще я добавил прогноз погоды, управление настольной лампой, как я уже показал. Ну я еще сюда пару светильников добавлю. И у меня еще есть здесь кнопочка начать уборку, то есть будет запускаться робот-пылесос. При выходе из квартиры я ее буду нажимать, чтобы робот проехал, пропылесосил в принципе все комнаты, чтобы ему не мешался я. Ну а теперь давайте попробуем собрать все это в кучу. У меня коротких проводов почему-то не оказалось, хотя где-то валялись я их не нашел. Ну подключил все вот таким вот образом, как видите на экране. Все свернул и в принципе под корпус все это дело все равно уменьшается в принципе без проблем. Ну и вот в конечном результате будет это выглядеть все примерно так. Провода торчат некоторые, я думаю зигзагообразные, потом закажу. Ну и вот конечный результат, который у нас получился. Смотрите, все на весу, на магните, вообще ничего не отваливается. Я еще переживал, что не вытащу домофон. Но трубка домофона вытаскивается в принципе без проблем. В этом плане все хорошо. По тачу также моментально дашборд у нас открывается. Смотрите, камера очень быстро загружается, практически моментально. Хоть и один гигабайт оперативной памяти, да и процессор, хоть и четырехъядерный, но слабенький. Но вполне себе быстро все шустро работает на этом устройстве. Выключатели тоже довольно таки быстро срабатывают. Нет в этом никаких проблем. Все действительно хорошо. Если у вас значков гораздо больше, чем у меня, то у нас еще доступно два экрана. Свайпами между ними легко переключаться, тоже без каких-либо тормозов. На этом в принципе все. Что у нас по итогу? Ну, по итогу получилась вот такая вот колхозная панель. Значит, из минусов, что мне здесь не нравится? Не нравится мне, что постоянно включен экран, конечно. Но иначе никак. Так как у меня вообще дисплей отдельный. Для выключения этого дисплея есть кнопка выключения на самом дисплее. И значит надо как-то к ней подпаиваться, что-то там колхозить, какие-то релюшки ставить. И тогда это будет работать. Но дисплей загружается довольно-таки долго. Поэтому может не сработать. Но я в принципе подумаю над этим. Вот если полноценный планшет на андроиде был и на андроиде каком-то десятом, то там уже можно сделать вообще все по красоте. Можно сделать так, что будет дисплей выключаться, включаться по датчику движения. Также можно сделать так, чтобы не постоянно он был на зарядке, а зарядка только включалась в определенные проценты батареи. Но у меня нет планшета, поэтому, к сожалению, я это показать не могу. Планшет также еще выигрывает, конечно, по рамкам и по ширине. Он не такой громоздкий. Но на этом видео подходит к концу. Напишите, что вы думаете по этому поводу. На мой взгляд, довольно-таки симпатично выглядит. Но, конечно, планшет был бы гораздо лучше. И не было бы вот такой кучи проводов справа. В общем, планшет, конечно, выигрывает. Но и цена. То есть цена гораздо больше у планшета. Сейчас какие-то даже с гигабайтом оперативной памяти стоят просто несколько тысяч рублей даже на авито. Ну все, что хотел, сказал. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Продолжение следует...